И вот еще один вопрос от подписчика моего канала в Телеграм. Для тех, кто не в курсе, теория инволюции, в отличие от теории эволюции, которая утверждает, что все живые существа постепенно усложнялись для того, чтобы приспособиться к меняющимся условиям окруждающей среды, говорит об обратном. Согласно теории инволюции, все живые существа были изначально созданы, так сказать, как и есть, а потом постепенно деградировали, теряя за ненадостью какие-то свойства. По моему субъективно оценочному мнению, которое я, безусловно, никому не навязываю, что теория инволюции, что теория инволюции – это те же самые яйца, только вид сбоку. Я считаю, что ни одно живое существо не менялось для того, чтобы приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды. Просто когда окружающая среда менялась, какие-то живые существа выживали, а какие-то нет. Вот и все. Я уже очень давно не смотрю телевизор, но так получилось, что, как обычно, против своей воли я знаю о существовании канала, который называется «Следствие вели». Этот канал, по сути, представляет из себя телевизионный сериал, в каждой серии которого актер Леонид Каневский, который играл майора Томина в советском сериале «Следствие ведут знатоки», рассказывает о каких-то преступлениях, которые совершались в Советском Союзе. Так вот, этот сериал, насколько я понимаю, идет 24 на 7. То есть вы представляете себе, сколько нужно фактического материала для того, чтобы записать такое количество серий? То есть люди в том самом Советском Союзе, о котором сейчас многие вспоминают, как о самом безопасном и хорошем времени, совершали огромное количество преступлений. А безопасным тем людям, которые сейчас дрочат на Советский Союз, он казался только потому, что об этих преступлениях никто не рассказывал ни по телевизору, ни в газетах. И после просмотра этого канала вопросов о том, почему же случился разгул преступности в 90-е, уже не возникает. Люди всегда были такими, какие они есть, и никогда не менялись. А кто со мной не согласен, почитайте, например, русских классиков. И вы поймете, что та реальность, которую они описывали, например, 150 или 200 лет назад, ничем не отличается от той реальности, которую вы видите сегодня своими собственными глазами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!